Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» — подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом проекте к нам приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях, и рассказывают о конкретных кейсах, неудачных примерах из практики и просто лайфхаках, которые работают на укрепление связи с клиентами. В студии Дарья Новицкая, пиар-стратег и медиапродюсер. И этот подкаст мы делаем в студии RedBarn. Спонсор этого сезона — UseDesk, омниканальный сервис для поддержки клиентов. И сегодня у меня в гостях Илья Магеря, научный руководитель клиники гормонального здоровья в клинике Магеря. Илья, доброе утро! Доброе утро, да. Восемь утра, а мы уже с вами здесь пишем подкаст. Это, кстати, мой самый ранний подкаст. Вы, как я понимаю, рано встаете, да? Да, я рано встаю. У меня скоро будет пятая дочь, поэтому... Вау! Да, я привык рано вставать. Еще и привык хорошо высыпаться, потому что, ну, ложусь тоже рано. Был один мудрец, который говорит, если вы ложитесь спать с закатом, просыпаетесь с рассветом, это очень хорошо, вы достигли уровня животного. Если вы так не делаете, то еще даже до животных не дотягиваете. Поэтому я стараюсь все-таки быть человеком. Надеюсь, у меня это получается. И бодрым, активным человеком берегу свой гормональный фон. Класс! И сегодня, наверное, необычный подкаст, потому что обычно я мониторила СМИ. Вас приглашают именно в роли врача, который дает советы по здоровью. А сегодня мы с вами поговорим о клиентском сервисе. Я знаю, какое у вас количество пациентов, регулярные прямые эфиры, огромное количество людей на вас подписано, больше миллиона в Инстаграме. Точно в этом деле вам есть чем поделиться, да? Расскажите, как вы вообще это дело организовали? Как вы из врача стали предпринимателем, хоть вы им себя и не называете? Ну, во-первых, каждый студент-медик, у которого есть хоть чуть-чуть амбиции, а у нас у них у всех огромная короначеславие. Такое ощущение, что врачам выдается это вот эго вместе с дипломом. И каждый уважающийся студент хочет иметь свою клинику. С самого первого курса. Вот я вырасту, и вот я буду хирургом. А где в своей клинике? Так думают мальчики, девочки думают, я буду педиатром или гинекологом. Где в своей клинике? То есть эта мечта есть практически у каждого. Я поработал в государственном учреждении, в поликлинике долгое время. Ну, год. Меня хватило год. Я не смог реализовывать свой творческий потенциал. Я подхожу комплексно к работе с пациентом, рассматриваю его как минимум с трех сторон. То есть это психология, это анатомия, УЗИ можно сделать, КТ, МРТ. И, конечно же, химия. Так вот, в государственном учреждении, где я работал, была проблема с химией. Не могли мы назначать те анализы, которые бы мне хотелось назначать огромным списком. И просто стандартный общий анализ крови, по-моему, по кофейной гуще понятнее больше, чем просто по общему анализу. Поэтому я стал думать в сторону частной клиники, хотя бы там работать. Но и там тоже есть свои, скажем так, недочеты, когда тебя требуют какой-то план. Или говорят, как надо тебе быть каким доктором, на какую учебу ехать, какие препараты назначать. Потому что руководитель клиники договорился с фармацевтической компании, которая сказала, что теперь не вот этот препарат, а вот этот надо продавать. И вот такие нюансы сподвигают на то, что да я так не хочу. А я хочу по-другому. А я хочу по-современному. А я хочу использовать телемедицинские технологии. И получается, что если хочешь сделать хорошо, сделай сам. Поэтому просто был вынужден делать. А когда вошел азарт, да, и начали подбирать помещения, краски, дизайн. И вот тут, как говорится, Остапа понесло. Здесь какие-то внутренние мои еще дизайнерские скрылись таланты. И прям мне хотелось сделать что-то сверхъестественное, что-то гормональное, что-то такое прям тестостеронодофаминовое. И поэтому мы создали такую клинику. Скажем так, когда мимо проходят. Я с собакой когда гуляю, я рядом живу. Мам, смотри, здесь детский мир, что ли, открыли. То есть нас нельзя назвать клиникой. Даже если мимо проходить, а вот заходишь, и ощущение такое, что ты находишься где-то действительно в каком-то детском мире. Ты в спокойствии. Красивые люстрочки, палочки какие-то висят, колбочки. Деткам сразу уголок желтенький. Здесь зелененькая зона. То есть достаточно спокойно ты себя чувствуешь, потому что к врачу, когда приходишь, нервничаешь. Ты боишься какой-то там что-то, анализ, может быть, тебя тревожит. Или состояние. Особенно для мнительных людей. Да, редко когда приходят, хе-хей, ура, сегодня я иду к доктору. Редко такое бывает. Поэтому мы начинаем наше лечение, а точнее вылечивание со входа. У нас лечат стены. В некоторых кабинетах, например, в гинекологии, урологии или в лор-кабинете у нас на стенах картины. Вот, например, у лора висит картина, точнее не просто картина, а вся стена является картиной макроувеличения щитовидной железы вместе с ее лимфатическими протоками. Потому что мы знаем, что аутоиммунный тиреоидит, которым страдает огромное количество людей, без лора не справится. Потому что ухо, горло, нос, хронические инфекции в этих органах, они способствуют появлению аутоиммунного процесса и атаки бедной несчастной щитовидной железы. Вот если бы мы сейчас с вами сидели в бассейне, извините, я покакал в этот бассейн. А вы не можете уйти из этого бассейна, не можете. Так или иначе вы тоже замараетесь. Вот то же самое происходит с нашей щитовидной железой. Если где-то там в миндалинах сидит очаг хронической инфекции, не устранить его никак, если лор не вмешается. И вот тут аутоиммунный процесс в щитовидной железе. Поэтому у нас чисто символически висит картина, которая напоминает нашим пациентам, нашему лору, нашим эндокринологам о том, что мы работаем комплексно, мы работаем командой. И это было самое трудное – создать команду, команду врачей. Потому что я не могу, просто доктор пришел, говорит, я молодец, смотри, мои регалии, у меня здесь есть КМН, ДМН, еще какие-то три буквы есть. Я в такие игры не играю, мне нужно, чтобы мы были единомышленниками. У нас в клинике счастье, то есть счастье – это быть частью, то есть каждый из нас часть общего. Поэтому регулярные планерки, общение. У нас вчера вот в клинике несчастье случилось. У доктора был впервые выявленный сахарный диабет. У доктора. У доктора. Она по наследству. Там папа, дедушка. Это не тот диабет, когда ты сидишь, булки трескаешь. А это диабет, который внезапно возникает, потому что либо стрессовая ситуация, либо какая-то инфекция проникла в организм и ударила по поджелудочной железе. Это тоже аутоиммунный процесс, неконтролируемая история. Вот подключились вчера всей клиникой, начали полностью осматривать и УЗИ, и анализы, и сразу же работа с психологом у нас, штатный психолог, который работает не просто с пациентами, но еще и с нами. Потому что если с нами не работать с докторами, у нас кукушечка может поехать гораздо быстрее, чем это может даже себе представить. Доктор обязан быть просто сам психотерапевтичен и работать с психотерапевтом. Поэтому вот вчера всей командой мы так сплотились и вот выручали нашего доктора. Ну, все сразу поставили, все сделали, нормализовали администратора сразу. Так давайте я в машину, посадили, довезли до дому, довели, сфотографировали мне, что она уже дома, с ней все в порядке. Ну вот сегодня ждем, будем сейчас капельнички продолжать ставить. Я прямо представила такую картину, как в системе леса, если какое-то, ну, я помню, читала об этом, там какое-то дерево заболевает, что-то с ним происходит, то на каком-то своем уровне подключаются все другие микроорганизмы и как будто бы подключают вот эти вот все ресурсы для того, чтобы оно восстановилось, когда мы действительно являемся частью единым целым, единым организмом, также и бизнесы, компании, системы. И очень вы прям так трогательно тут рассказываете. Я рассказываю просто, как я, вот вы же спросили, как вы там все это строите. Я на самом деле строю компанию по принципу эндокринной системы. Обожаю, когда приводят вот эти вот примеры, там, с организмом, когда... Ну вот смотрите, давайте, есть у нас президент, он называется гипоталамус. Он принимает решение, да или нет. Вы гипоталамус? Гипоталамус. Он живет тут вот прямо у нас в черепной коробочке. Но вы в компании гипоталамус? Ну сейчас мы решим. А, ладно. Сейчас мы решим, кто я в компании. Значит, гипоталамус дает сигнал либо да, либо нет в гипофиз. Гипофиз – это некое министерство. Там живут министры. Министр щитовидной железы, министр печени, министр яичников, министр надпочечников. И вот министры думают, так, что-то нам грустно стало. Эй, министр надпочечников, ты бы проверил, что там у тебя в министерстве. И, значит, АКТГ, гормон такой, который отвечает за работу надпочечников, посылает сигнал. Ребята, у вас там как вообще? Кортизол, адреналин, норадреналин, ДГА, тестостерон, эстрогены. Все это содержится в надпочечниках. Да, у нас тут, значит, нехватка витамина С, например. Клеткам не хватает. Клетка, если ей тяжело работать, она обратно дает сигнал в гипоталамус. И гипоталамус принимает решение. Плюс, надо захотеть сладкого. Гипоталамус дает сигнал всему мозгу. Ищем сладкое, имея в виду витамин С. Фрукты, овощи, корешки деревьев. Но человек, так, что-то сладенькое, пойду-ка я тирамису съем. Ломается, понимаете, в каком-то моменте гормональный фон. Он неправильно сигналы распознает. Поэтому я стараюсь быть в своей компании и гипоталамусом, и гипофизом, и где-то там быть простой клеткой, которая может отследить работу всей клиники. Я спокойно могу через приложение записаться к любому из докторов наших. Они знают мою эту практику. И в назначенное время я захожу в клинику не как руководитель. Как пациент. Я одеваю бахилу и говорю, так, отчет, ручки нет. Я же тут за стену, что ли, держу. Или за батарею мне, что ли, схватиться. У меня такие девчата мои сразу нарисовались. Не напряглись. Это уже знают, что точно, слева ручка есть, а справа нет. Бахильница, ну, у нас очень удобная. Просто ногу ставишь, и обволакивает вся эта история. То есть я открывал клинику по этому поводу. Подхожу на ресепшн, паспорт подаю, засекаю время, сколько время не пройдет. То есть, а почему я стою? А почему мне куртку не сняли? Или, о, сняли в этот раз. То есть постоянно-постоянно я работаю, а потом вызываю и разговариваю с теми, с кем есть о чем поговорить. То есть здесь задержали, а здесь поспешили. Здесь не предложили, а здесь протормозили. И у нас вот такая вот тренировка идет регулярно. Это не с целью ни в коем случае наказать. Наоборот, примировать. Вот я сейчас во всех соцсетях объявил, пожалуйста, расскажите мне, почему мы плохо работаем. Смело. Дайте мне обратную связь. Плохую. Хорошую я вижу каждый день. В отметках, в книгах предложений хорошей связи достаточно. Люди приезжают с разных концов света, с Австралии даже прилетали. Как умудрялись, не знаю. Или направлено к вам. Да. С Дальнего Востока, с Европы очень много. И поэтому очень много хороших отзывов. Но я говорю, накидайте мне, пожалуйста, говнеца. Где мы прокосячили? Что, кто плохо сделал? Почему вам не понравилось? И вот сегодня с утра мне сделали уже ревизию по всем вопросам. У меня есть список этот. Я вот пока ехал. Девчата, пока мы выгружались возле школы, я краем глаза просмотрел. Есть замечания дельные. Ну, а есть такие колер-стрянные. Вкусовщина. Я признаюсь. Я сейчас расскажу про кулер. Мне прям очень сильно про кулер. Болезненная история. Так как у нас очень так все дизайнерски, мы решили найти какой-то классный кулер. Ну, нужен кулер, потому что люди все равно начинают искать, где водички попить. То есть у нас всегда девчата предлагают водички, чаечки, тем более у нас сейчас есть свои чаи, кофеечек. Вы столько попросите. Но иногда люди стесняются и сами ищут. Должен быть кулер. Во всех цивильных учреждениях должны стоять кулеры. Но мы решили, да, надо поставить кулер, чтобы человек, ну, мало ли там, самостоятельно мог. Мы не нашли красивого кулера. Вот эти вот кнопки, вот это вот чернотище, вот этот вот колебающийся кран, и вот это красно-голубенькое, синенькое. То есть это настолько все убого смотрится. Вот это вот рекомендация, может быть, вашим слушателям. Если вы ищете идею для бизнеса, сделайте красивые кулеры. Мы выбрали красивый. Он очень дизайнерский. Он очень вообще такой великолепный. Но он сенсорный. Проводишь рукой, водичка льется. Проводишь второй раз, водичка останавливается. Некоторые так проводят один раз. А он не останавливается. Он же не знает, какая у тебя кружка. И он льется, льется. Караул, караул, кулер тут. Но девчата уже слышат, когда кто-то встал и самостоятельно вот этот вот хлопочек, кружечкой одноразовой сделал. Ведь многие тоже захотят вот кулер. Мне вот ваши стаканы, конечно, я вижу, что они у вас очень красивые, дизайнерские. Но я, знаете, у нас тут вот инфекция может быть какая-то. А вдруг вы не стерилизуете? А вдруг до меня там бомж какой-то был в вашей клинике? Пойду-ка я... Ну, всякое бывает. То есть это требование, на которое мы реагируем. Поставьте кулер с одноразовыми стаканчиками. Ну, пожалуйста, кулер с одноразовыми стаканчиками есть. Но мы не можем позволить себе поставить чёрный кулер на, как выразилось, обратная связь со стрёмными какими-то кнопочками. Мы не можем себе позволить без кусовщину такую. Поэтому вот такой вот имеем кулер. Такая вот обратная связь. У меня прям много вопросов. Начиная от управления по принципу работы эндокринной системы, да лечат стены. Для многих предпринимателей становится, знаете, таким слепым пятном вообще в целом. свой бизнес, как раз-таки вот эти вот фишки по работе с клиентами. И первое, что можно взять уже нашим слушателям как пользу в свою практику, это приходить в свой бизнес не из роли собственника, а из роли как раз-таки пользователя, чтобы самому пройти вот этот клиентский путь и обнаружить где-то вот эти вот слепые пятна. И что мне понравилось в вашем случае, что вы сказали, что это не с целью наказать, где все с такими в замерзшей позиции, с трясущимися руками ждут того, когда вы придете на прием, да, а наоборот, с точки зрения роста, да, с того, что можно усилить. Вот всегда у вас был такой подход? Конечно. Или же все-таки прошли от классической школы? Нет. Слава богу, я не предприниматель. Еще раз, вот мы начали с вами разговор. Я не предприниматель. И я не работаю с клиентами. Большая разница между клиентом и тем человеком, которым работаем мы, он является пациентом. И я просто встаю себе, вот ставлю в роль пациента. Я пациент. Я захожу. Так, что я вижу? Мне это нравится или не нравится? Кого бы я хотел видеть, когда сидят мальчики какие-то там или мужик какой-то там? У него что, бейджик есть или нет? Я хочу сказать, что даже до открытия я проходил путь каждого пациента нашей клиники. Начиная от того, что я пришел на массаж, я пришел к лору, я приходил к гинекологу. Я женщина, 40 лет, пришла к гинекологу. У меня нарушение менструального цикла. Я приходил, и вот сначала на ресепшене мы заполняли документы, потом я заходил к гинекологу. Он говорит, хорошо, у нас и мальчики, и девочки есть гинекологи. Хорошо, и хихоньки-хахоньки, ну вот присаживайтесь на кресло. Я говорю, прям так, не раздеваясь? Подождите, вы будете раздеваться? Я говорю, ну а вы в одежде осматриваете? То есть я серьезно говорю, я разделся, ну правда до трусов. Я представил себя женщиной 40-летней. Я говорю, а простите, коврик хотя бы есть? Или я босиком должна стоять? А за мной ходят, записывают. Коврик. Я говорю, так, а до коврика я вот, несколько шагов нужно сделать. Я опять же по полу буду делать? Или мы будем все тут ковролином стелить? Или, может быть, носочки мне дадить? Одноразовые. Я теперь вот записываю одноразовые носочки. И знаете, мы еще не открылись, и когда я был 40-летней женщиной, пришедшая к гинекологу с нарушением менструального цикла, я себя поймал на мысли, как же это может быть не просто некомфортно, а даже немножко стыдно. А вот я же сейчас перед незнакомым человеком впервые вижу этого доктора, должна обнаженная залезть, и мало того, что залезть и спокойненько сесть, а еще и ноги поставить в соответствующую позицию. Ну вот сейчас я так, богомола. И мне как-то стало вот этой женщине, в которой я был, неловко, стыдно, неудобно. В общем, я представил, что, скорее всего, в таком осмотре у меня бы был какой-то спазм, может быть, да, и это бы нарушило некий осмотр. Может, холодно бы мне стало, стеснительно или еще как-то. И тут пришла в голову, а давайте-ка мы изобретем гинекологические штаны. Все такие на меня смотрят, чего? Я говорю, слушайте, ну знаете, вот когда вот у проктолога бывают, вот или на массаже, например, какой-то делают массаж, вот штаны какие-то или там рукава на тело, то есть просто одеваешь штанишки, ложишься на бочок, и вот там тебе в нужное отверстие либо операцию делают, либо какое-то очищение делают, то есть покрывают зоны, которые не участвуют в операционной. Я говорю, ну вот делаем штаны гинекологические, из простого материала, одноразовые. Женщина, значит, эти штаны надевает, в соответствующем месте есть вырез, она его пока не видит, пока не залезла на кресло. На кресло, когда она помещается, доктор подходит, ту зону открывает, которая ему необходима для осмотра, и все, все остальное тело не должно быть обнаженным, и женщине будет комфортно. О, хорошая какая интересная идея. То есть мы создали эти вещи, и теперь у нас есть и носочки, и гинекологические штаны, и все просто ими восхищаются. Девушки, которые приходят и говорят, слушайте, ну вот ушло это чувство. Да, для некоторых нет в этом проблемы, что такого, гинеколог, запрыгнула и сижу. Но для некоторых-то есть момент стеснения, неудобства или еще что-то. Вот мы этот, скажем так, какой-то камень преткновения между доктором и пациентом, мы просто его убрали. Гениально, я считаю, мне кажется, сейчас вся женская половина слушательниц нашего подкаста сказали «Вау!». Правда, вот эта вот забота об ощущениях, потому что, ну действительно, тема очень интимная, и правда, может подниматься разные состояния чувства, и забота вот эта вот, когда она чувствуется на каждой детали, да, и вот он, пожалуйста, клиентский сервис. Всегда ли это у вас такая творческая фантазия развитая работает, или же где-то что-то ездите, подсматриваете, какие-то лучшие практики, чем вдохновляетесь? Я, знаете, как вот моя воля на волю Божью, как говорится, если что-то будет интересное, оно само ко мне придет. Но, к сожалению, очень часто приходит наоборот кошмар, какой творится. Я вот с ребенком пришел однажды в клинику, и себе проверить глаза, и ребенку проверить глаза, и вот это вот как будто я, ну не знаю, я же деньги вам принес, а вы даже на меня не смотрите. Какие-то люди на меня там спотыкаются об меня. Идите на седьмой этаж. Куда? Направо или налево? Я такой, ну так, почему бы медсестричка бы не взяла, и вот не провела? Или администратор, вот вам до этого кабинета, почему дверь бы не открыть? И я готов за это платить. Наверное, есть такие люди, которые тоже, как и я, готовы за это платить, чтобы меня взять. И просто вот я без страха прошел всю эту историю, потому что вот я стою, пока документы заполняю, ребенок сидит, и какой-то слепой человек прям на нее вот так... Ну это же просто можно потом с психологом отрабатывать такой ужас. Идет слепой там или закапанными глазами человек. Вот. И ребенок мой сидит, и вот этот, ну просто ужас, она же не понимает, почему такой дедушка прямо на нее идет и чуть ли не садится на нее. Мне закапали глаза, я же не знал об этом. Мне никто не предупреждал, что лучше автомобиль не брать. Я почувствовал себя вот именно тем пациентом таким, который вот реальный пациент. Ну ты же врач, ты же мог бы предугадать это. Да не мог предугадать, меня не предупреждали, я не знал. Я приехал на машине, у меня закапанные глаза, я ничего не вижу. Ну придете через там какое-то время. Я говорю, хорошо, сейчас что, все, свободны. А я не могу такси набрать. Ну не могу, я не вижу экран телефона. Ну хотя бы при этом должна подойти медсестра, сказать, знаете, у вас сейчас глазки закапаны, давайте я вам такси вызову. Или у нас есть какой-то водитель там. Я же могу это все сам оплатить. То есть, да, а если бы это вообще клиника бы оплатила, то это бы, конечно, было бы шедеврально. Просто я бы влюбился в эту клинику и все. И видя минусы, к сожалению, видя минусы других, я могу не допустить эти минусы у себя. Вот плюсы. Но если они где-то попадаются, ну замечательно, мы их начинаем использовать. По статистике 63% покупателей чаще реагируют на персонализированные сообщения, чем на типовые. О том, как улучшить качество коммуникации с клиентами, мы рассказываем в рубрике «Работы над ошибками». Представьте, вы пишете в поддержку «У меня проблема». И не успеваете объяснить, в чем дело. Сотрудник уже в курсе всей ситуации. Он отвечает «Я вижу, что введен неверный код. Просто попробуйте еще раз». Такое возможно, если у оператора в одном окне видно и обращение клиента, и данные из CRM-системы. Он сразу может понять проблему, не тратя время на поиск данных и расспросы. Интегрировать систему для поддержки с вашими внутренними системами для персонального и быстрого обслуживания помогут наши друзья из юсдеска. Юсдеск поможет наладить и автоматизировать процессы в поддержке. Это сервис, который объединяет обращения клиентов из любого канала связи в едином окне. Обращения могут прийти по почте, в чате, в соцсетях или мессенджерах. В каждом сценарии агент примет заявку, не выходя из юсдеска. Заявки не теряются, операторы знают, что делать в нестандартной ситуации, а руководитель по-настоящему контролирует процесс. Юсдеск самостоятельно распределит заявки, выставит приоритет обращения, отправит приветственное письмо, напомнит про забытые заявки. А руководитель сразу в курсе, если клиент поставил плохую оценку или сотрудник совершил ошибку. С юсдеском не нужно принимать важные решения вслепую. Благодаря отчетам с важными метриками отдел саппорта полностью прозрачен, понятна его эффективность и слабые места. Отвечать клиентам можно не только с компьютера, у юсдеска есть лучшее мобильное приложение на рынке. Держите связь с вашими клиентами в метро, в ванной, на природе и даже космосе, если будет интернет. Юсдеском пользуются интернет-магазины, образовательные проекты, банки, B2B-сервисы, стартапы и крупные бизнесы. Все, кто понимает, что грамотная поддержка напрямую влияет на удержание клиентов и их лояльность. Юсдеск – ваш ключ к лучшему сервису. Узнать больше о продукте можно по ссылке в описании. Мы общаемся, опять же, с предпринимателями, которые приходят сюда в подкасты. Многие говорят, что берут, особенно в медицинской сфере, какие-то сервисные истории вообще из других ниш и внедряют их себе в бизнес. Откуда у вас вообще вот такая важность сервиса? Ну, не знаю, может быть, я такой мягкий и хочу угодить, потому что у меня, говорю же, вот жена беременная сейчас, четверо дочек. Вот мне всегда хочется сделать их жизнь лучше. Когда я прихожу на работу, я воспринимаю людей как пациентов, не как клиентов. И у пациентов… А в чём различие? У пациентов бывают проблемы, которые я понимаю. Вот, например, истерика. Может быть, у неё тиреотоксикоз. Она истеричка не потому, что у неё сегодня там что-то там с мужем произошло. У неё не может тиреотоксикоз, её щитовидная железа атакует просто все органы, в том числе и мозг. Если пациент ничего не понимает, а может, у него анемия или гипотиреоз, усталость надпочечников. А может быть, просто как раз-таки тот день цикла, когда женщину лучше не тревожить. Это физиологически. Мы, мужчины, должны понимать, что день-два в месяц – женщина права. Вот, и лучше её в этот день не тревожить. Поэтому мне просто понятны эти механизмы, биохимические механизмы поведения людей. А может, ретроградный Меркурий наложился на ПМС? Поэтому ПМС мы можем ликвидировать? Можем. Ретроградный Меркурий можем? Нет. То есть из этого исходя максимально комфортные условия нахождения в клинике, если мы можем создать, мы это создаём. Потому что это пациенты, а не клиенты. Мне кажется, я был бы очень плохим бизнесменом, работая с клиентами. Я бы не выдержал это. Почему ты так со мной разговариваешь? Мы же должны с тобой разговаривать в состоянии «выиграл-выиграл». А здесь любое состояние пациента мы обязаны просто понять. Вот просто любое. Ещё такая уникальная история. У многих предпринимателей, у них есть различные регламенты типирования клиентов. У вас же всё объяснено с помощью биохимии и здоровья. И какой-то свой фокус понимания. И вообще, на самом деле, это рождает такой, правда, широкий взгляд. А сколько вообще лет существует ваша клиника? Клиника существует год. Вот всего лишь нам год. День рождения мы отмечали 15 октября. С прошедшим. Да, 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 благодарю. Но лицензию-то мы получили раньше. И именно из-за того, что я вот настолько скурпулёзно отношусь ко всяким деталям, три месяца не могли открыться. То есть лицензия получилась, пожалуйста, открывай, ставь кассовый чек и руби баблишко. Но мы ещё несколько месяцев оттачивали сервис. Мы занимались с докторами. Я его учил рисовать. У нас доктора рисуют. Для того, чтобы вы поняли. Вообще принцип нашей работы заключается в следующем. У нас такая буква «М». Это не потому, что Магеря первая буква. О, давай возьмём первую букву, логотип. Нет, там есть такие шарики, если вы видели. А вы видели, приходили. Вот этот первый наш шарик обозначает это анатомическое здоровье человека. Что там, у тебя руки, ноги есть, печень? Нормально? Вот. Всё, что мы можем пощупать, посмотреть, сделать УЗИ или провести более такой детальный какой-то осмотр, там, сцентографию какую-то сделать. Второй принцип – это химическое здоровье. И вот у нас есть лаборатория, где мы можем посмотреть анализы и всё-всё-всё-всё про вас узнать, что там у вас плавают, какие гормоны, какие-то витамины, может быть, яды. Волосы, ногти, давайте всё исследуем. Генетику, да хоть в ДНК залезем, пожалуйста. То есть это второй принцип, по которому мы работаем, это химическое здоровье. Третий – психологическое здоровье. Потому что гормональный фон, он напрямую завязан на наши эмоции и чувства. Если мы эту сторону оценивать не будем, то вообще ничего тогда лучше и не оценивать. Поэтому каждый наш доктор психотерапевтичен, как я уже говорил. И психологи у нас занимаются с нашими докторами. Четвёртое – мы должны пациенту, вот прям это слово «должны», хоть я его не очень-то и люблю, объяснить человеку, что с ним происходит. Если я просто так вот блесну соплёй и скажу, знаешь ли ты, у тебя фруктозамин-то высоковатый, но гликированный гемоглобин. Как только начну это всё говорить про декарбоксилирование цикла пентампер-гидрофинантрена, человек почувствует себя идиотом, и больше к этому врачу не придёт. Доктор думает, что я такой молодец, я такие термины знаю. Знаете, скорее всего, у вас синдром Вановика-Роса-Хеннесса. Вот это вот, пейте. Человек не понял ничего. И вот наш основной, главный принцип – объяснить человеку, что с ним происходит. Потому что как ты заболевание понимаешь, так оно и протекает. Вот эта витаминка будет делать вот это. Этот гормон будет вот сюда действовать. И поэтому мы рисуем на листике, объясняя пациенту, как это происходит. Вы можете посмотреть любой из прямых эфиров. У нас доктора постоянно читают лекцию. Ну вот ежедневные у нас лекции проходят. Именно поэтому им не нужны никакие курсы риторики. Они очень хорошо ориентируются и общаются с пациентами. Подключают слушателей, общаются о их проблемах. То есть ведут онлайн, можно сказать, такие приёмы. Ну вот как мы с вами сидим здесь, кухонные такие приёмы. Точно так же там. Я сам это регулярно делаю. Объясняют, рисуют, показывают. То есть это четвёртый принцип. Человек должен понять, что с ним происходит и как из этой ситуации выпутываться. И пятый принцип – это уже полная ответственность самого пациента, действие. Он должен что-то делать. Да, он тут с психологом поговорил, но при этом всё равно ничего в своей жизни не поменял. Да, он видит, что у него нарушения по тестостерону, холестерину. Ну да. Ну и чё? Он знает, что у него там уже печень атрофирована или наоборот гипертрофирована. Ну, бывает. То есть он может не предпринимать действия, и тогда всё это коту под хвост. Просто закидывая пригоршню каких-то там непонятных для него лекарств, он не выздоровеет. Ну и вот по этой пятёрочке признаков, такая концептуальная наша пятёрочка, работает каждый наш специалист. Каждый. Начиная от лора, заканчивая там массажистом, психологом или эндокринологом. То есть вот такой вот у нас подход. И доктора этому постоянно обучаются. Вот у нас три раза в неделю планёрка. По вторникам у нас научная планёрка, мы включаем какую-то лекцию. Вот, казалось бы, зачем нам это нужно, но вот мы эндокринологами смотрели лекцию про стенокардию по проблеме с сердцем. Вот этот вторник. В среду у нас планёрка больше такая административная. Бухгалтеры, юристы, кадровик, главный врач что-то хочет высказать. То есть мы обсуждаем такие административные дела. А по четвергам у нас планёрка только врачебная. Каждый доктор за прошедшую неделю приносит кипочку такую анализов. Истории выздоровления. В обыкновенных клиниках они называются «Истории болезни», а мы говорим «Истории выздоровления». У нас прямо так написано на карточках. То есть как вы яхту назовёте, так она и поплывёт. У нас «История выздоровления». Вот она, внимательность к деталям. Да, ну больница, а у нас здравница. Так и называется. Мы её называем «Здравница». Да, ну мы не можем назвать её «Здравница». Звучит как будто мы должны в деревянном доме где-то быть, с баней. Мы обязательно сделаем такой санаторий, здравницу такую сделаем. Но сейчас у нас, да, клиника, где мы пишем истории выздоровления. У нас не «Call Center», а «Отдел заботы». То есть в любой момент вы можете позвонить в «Отдел заботы», и вам сотрудник покажет, расскажет. Если нужно, проведёт. Мы предупреждаем, куда подъехать, как припарковаться, скидываем геолокацию, скидываем ссылку на Яндекс.Навигатор, чтобы было максимально понятно и комфортно, и на каждом этапе взаимодействия с пациентом ему было комфортно. И по четвергам у нас врачебная планёрка. Мы обсуждаем только какие-то клинические случаи, которые произошли, интересные случаи, какие-то в работу берём, и начинаются советы. Вот эндокринолог говорит, психолог, а вот бы здесь есть с матушкой поработать. Скажите, пожалуйста, а вот пролактин высокий, пролактин – это гормон, который нарушает менструальный цикл, может, проблемы там в сексуальном плане, и он повышается у беременных женщин или у кормящих женщин. И тут психолог может такой свои вставить в диалоги. А вот спросите у него в следующий раз, а не избыточный ли он о ком-то печётся? Вот его мама не стала ли случайной дочкой? То есть мы начинаем рассматривать со всех сторон. А лор подсказывает так, в следующий раз ещё посмотрите осло, скорее всего, у неё там есть какая-то инфекция, потому что просто так антитела могут не повышать. И так далее, и так далее. Вот вчера говорил, у нас неприятный случай. У одного из докторов случился сахарный диабет первого типа. Это острое, благо это не реанимация, а вот мы его сразу и поймали, этого нашего доктора. И вот консилиум вчера был по поводу его. И второй консилиум был по поводу пациентки, которая прилетала из Москвы. Были проблемы онкологического характера, по молочным железам. И вот после уже химиотерапии, после лучевой терапии пошли большие осложнения. И вот мы всем консилиумом вчера принимали решение. Там, знаете, такая прям интересная, как в доктор-хаусе. Мы сначала же, как врачи, все очень сразу плохое подозреваем. А ларчик просто открывался. Побочные эффекты препарата одного из, которого ей назначили. Сейчас заменим препарат, добавим терапию, и все будет хорошо. То есть вот это вот консилиумные приемы. Это не я придумал. Это все было в Советском Союзе. Это я еще застал, когда был еще совсем юнцом, маленьким студентом. То есть собирались врачи с таких, у меня, знаете, вот у них высокие такие колпаки, халаты. Они так выходили на сцену и говорили, вот этот пацан такой, и то-то-то-то. И мне это очень нравилось. Я сидел вот так вот с открытым ртом, слушал все это. Просто я внедрил то, что, ну, хорошо забытое, что ли. И чтобы все работали сплоченно. То есть для меня очень важно состояние счастья. Каждый является частью, с части. Чувствуете себя персонажем сериала? Нет, я, знаете, я наоборот себя иногда чувствую дураком. Сижу и смотрю, боже, какие вы умные. Так, мне надо что-то почитать. Надо что-то поучить, потому что, если раньше я их учил, у меня все больше и больше уходит в сторону административной работы, в сторону каких-то рекламных историй. А доктора все работают, 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 нарабатывают опыт себе, нарабатывают новые знания. Ведь они появляются ежедневно. Огромное количество этих знаний появляется. И вот они вот, а может быть, это вот это? И ты такой сидишь уже порой и говоришь, так-так-так, да-да-да, скорее всего, вот это, только расскажи, что это. Вот, я у них уже учусь, потому что их много, мозгов-то у них много, и их количество большое. И я просто смотрю за ними, и такой, так, вот это мне надо. И сам себе конспектирую, потому что они что-то скажут, а я же такой, так, это надо узнать теперь мне поподробнее. А ну-ка, скиньте ссылку. Или кто-нибудь что-то начнет рассказывать. Я хочу внедрить вот это. Хорошо, прочитай нам лекцию, презентуй, и мы решим, будем мы это внедрять или не будем внедрять. Потому что некоторые моменты не нужно делать. То есть здесь могут только навредить, скажем так, вот общей работе. А некоторые моменты, конечно, нужно внедрять. И вот новые анализы, новые исследования, новые лаборатории, через слюну, через слезу, через волосы, ногти, что угодно. Очень даже да. Ну вот хоть вы и говорите, что вы не предприниматель, все равно вот такое внимание как к пациентам, так и к своим сотрудникам, и рождает такой востребованный бизнес. Ну давайте, хорошо. Значит, я что-то предпринимаю для улучшения работы клиники и качества обслуживания пациентов. И значит, я предприниматель, потому что я предпринимаю. Не буду называть себя бизнесмен. У меня нету никаких бизнес-планов, бизнес-стратегий, маркетинговых, что-то там. Нет этого. Я слов таких порой не знаю. Но предпринимаем мы каждый день. Вот такое внимание к сервису. Насколько люди оценивают? Насколько у нас вообще люди готовы платить за сервис? Ну очень готовы. Потому что без нас, без сервиса хватает. Пожалуйста, очень много. Когда мне говорят какие-то претензии в сторону там, что-то дорого. Ну да, скорее всего такой же человек заходит в салон там в Ламборгини, что-то дорого. Ну почему, зачем? Не то, что дорого. Ты не можешь себе это позволить. Грустно, печально, но это факт. Давайте признаюсь им честно. Просто вы не можете себе этого позволить. Хотя у нас абсолютно стандартные цены. Если я знаю своих специалистов, что это лучшие в стране, я их собирал по крупицам с всей страны. Это не просто с Краснодара, которые рядом проходили, набрал. Я по крупицам. У меня же есть фонд, который я сам обеспечиваю. Фонд студентов. Я их постоянно обучаю. Я ращу себе кадры с третьего курса, с пятого курса. Порой оплачиваю ординатуру. Вот раньше хотя бы интернатура была, подешевле можно было платить. Теперь два-три года, понимаете, все труднее и труднее становится. И с кадрами все хуже и хуже, к сожалению, становится. Я их по крупицам собираю. И я знаю их ценность. Люди не знают ценности своего здоровья. Им только важна цена. А мы говорим за ценность. Ты можешь, пожалуйста, в поликлинику прийти, тебе безоплатно. Не бесплатно. Я люблю слово безоплатно. Бесплатно бесплатит. Мне не очень нравится, когда за меня бесы платят. Они потом возьмут проценты. Поэтому безоплатно есть в других местах. Дешевое обслуживание есть. У нас мы стараемся держать планку очень высокую. Поэтому, ну, извините, есть гинекологические штаны, которые исходят в расход. Это комфорт на уплассе. А если, ну, я не знаю, как это сервис комфорт. Вы вот любите эти слова. Мне больше нравится воспитание. Это же просто элементарное воспитание, когда ты к человеку по-доброму относишься. Когда ты хочешь сделать, чтобы ему было приятно. И ты встаешь, ты приветствуешь. Ты же гость, когда к тебе гость приходит, ты же не сидишь на диване в носу, не ковыриваешь. А, заходи. Ну, что это, как себя гость почувствует? Ему очень хорошо. Поэтому у нас есть определенное правило культуры поведения. Заходит пациент, ты не в телефоне ни в коем случае своем. А, чё, к кому пришел? Нет. Ты встаешь, здравствуйте, проходите вы. Он же не знает. Он даже элементарно, если мы будем правила культуры проявлять, пожалуйста, вот похилы, вы можете здесь держаться. Потому что если он зайдет и пойдет просто, то он, ну, как минимум, насорит. И это дополнительная работа там на санитарочек, на тех же самых администраторов. То есть они, понимая это, что если они не проявят должного уважения, внимания, заботы, им же от этого потом разгребать, с шваброй бегать. Ну, зачем им это надо? Поэтому лучше быть культурной и воспитанной, чем нежели потом вот дополнительную какую-то работу выполнять. Просто это элементарная культура поведения и общения между людьми. Всё. Вот если мы научимся культуре, будет великолепно. Многие вспоминают СССР, как там было хорошо. Но там было полное бискультуре и хамство. Вот так вот у нас в ДНК зашито оно как будто. Поэтому, да, некоторые моменты мы должны брать. И каким бы бизнесом вы ни занимались, вы всегда занимаетесь с человеком. Если человек будет в центре вашего внимания, если вы сами будете этим человеком, клиент-ориентированность, да, такое слово есть, у нас это называется пациент-ориентированность, вот, тогда вам будут доверять, вас любить. Здесь меня уважают, как минимум. Здесь хотят, чтобы я был. И будут приходить к вам чаще. И нужно признаться, что я всё в своей жизни делаю для себя. Я жуткий эгоист. Жуткий эгоист. Поэтому я клинику сделаю для себя. Я проявляю свой эгоизм через альтруизм, служение другим людям. Но я всё равно это делаю для себя. Я знаю, что если приедет моя матушка, папочка приедет, моя батюня, они будут здесь, у моих специалистов, наблюдаться. Если у моего ребёнка заболит живот, педиатр будет наблюдаться. Если у меня будут какие-то проблемы с женой, я приду к своему психологу. То есть я это делаю для себя, чтобы всё, что есть в клинике, я мог использовать. Тут ухо мне заболело, что-то мы тут перекатали на лыжах. И приехал, когда что-то ухо начало, сразу побежал к нашему лору. То есть я использую все ресурсы и всех докторов нашей клиники. И если так делает каждый предприниматель, который открывает клинику, если он свою маму готов привезти к своему гинекологу, значит, всё в порядке. А если такой, не-не-не-не-нет, своих-то я в Европу повезу. Или, не, в Москву надо ехать. Что-то мои-то, конечно, хорошо, вроде как бабулечки приносят, бабулесики, но мать не доверю. Извини, это тогда какая-то... По крайней мере, это не для меня. То есть я делаю так, чтобы всё было комфортно и хорошо, в первую очередь для меня. Вот это, мне кажется, правило делаешь как для себя и как для своих родителей. Вот я со многими предпринимателями общаюсь, они говорят, вот мне, когда комфортно привезти там свою маму, сделать это для неё, вот видно, насколько у них и востребованный бизнес, и насколько вот это вот отношение к деталям. Тоже очередное подтверждение от вас слышу про это правило. Дорогие друзья, не забывайте про него. Помните про него. Да. Частица не мозгом отрицается. 100%. Вот оно, вот оно, внимание к деталям. И мы это мучим наших пациентов. Мы учим их разговаривать, настраивать. Мы с каждым пациентом прописываем цель. Не просто, что болит. Вот у меня вот это. А ну хорошо, что хочешь. Я хочу, чтобы у меня не болело. В смысле, чуть поменьше так таймер печки, да? Чуть поменьше сделать жар, чтобы чуть поменьше. Нет, я просто хочу, чтобы вообще не болело. А хочешь быть здоровым? А это что, разве не одно и то же? То есть это разные вещи. Быть здоровым и не болеть. Как дела? Неплохо. Как дела? Хорошо. Есть же разница. Колоссальная разница. Здесь ты в отрицании. Сейчас не думайте про белую обезьяну, да? И вот сразу всех в голове белой. Поэтому мы стараемся человека на правильный настроить тон, прописать цели, какого состояния он хочет достичь, и плыть в этом направлении. Потому что если ты не имеешь цель и сидишь в лодке, и не знаешь, куда плыть, никакой ветер тебе попутным не будет. Поэтому цели мы обязательно прописываем с нашими пациентами и плывем в этом направлении. То есть пациенты себя чувствуют комфортно на протяжении всей работы. И если говорить, опять же, мама, дети, вот жена у меня, я нормодетный отец. Не многодетный, нормодетный. Мне кажется, все, у кого меньше пяти, это молодетные семьи. Поэтому аппарат мы купили специальный УЗИ, суперточный. Лучше аппарата на планете пока нет. Есть такие же, и даже в Краснодаре один. Но у нас он самый лучший. Мы видим самые-самые мелкие-мелкие детали, которые в других клиниках не видно. У нас вот недавно был, опять же, мы говорим про негативные отзывы. Я была у вас, и ваш УЗИ нашел у меня полип. Я пошла в другую клинику, полипа нет. Понимаете, как дело не в полипе вообще. Дело в качестве УЗИ аппарата. Он настолько у нас точный, настолько он совершенный, что видит то, что другие аппараты просто могут не увидеть. Поэтому мы стараемся все больше и больше. Вот появится новый аппарат какой-то, новые датчики, мы их будем подключать, модернизировать, докупать. Вот. Насколько это будет возможно в нынешних реалиях сделать. А давайте рассмотрим кейсы, как раз-таки работы с отзывами. У вас такая сфера, где, ну правда, столько человек может додумывать, эмоциональное состояние. И как с этим всем справляетесь? Ну, во-первых, я говорю, что я постоянно спрашиваю, что вам не понравилось. Пожалуйста, напишите мне там в Директ, Телеграм, вообще, пожалуйста, на личную почту. И я всегда готов реагировать. И я всегда реагирую. И мы всегда разбираем. Иногда случай действительно требует внимания и корректировки. Иногда человек что-то недопонял. Иногда ему неправильно объяснили. Вот сейчас я смотрю на отзывы. И вот у вас консультация, почему повторная дороже первой. Тут либо человек недопонял, либо ему неправильно объяснили. Консультация такая же, как и первая. То есть у нас первичная консультация такая же, как и повторная по стоимости. Но повторная, мы говорим человеку, что вам удобнее будет в онлайне работать. То есть у нас телемедицинские технологии позволяют человеку дистанционно наблюдаться. Первичный приём, он обязателен в клинике. Все остальные приёмы, вы хоть где, можете хоть на Луне жить, лишь бы там Wi-Fi был, вы на связи с доктором. Это удобно. Многие это не воспринимают. И вот как-то по старинке, вот я привыкла ходить в поликлинику или в частную, вот и буду постоянно ходить. И здесь просто-напросто увеличивается нагрузка на клинику, на доктора. И действительно, очный приём будет дороже тогда стоить. Первичный он стоит, обыкновенно так же. Но повторный, когда доктор должен сидеть, бумаги перед пациентом рассматривать, спрашивать, здороваться, чай и кофе наливать, гинекологические штаны повторно использовать. То есть это удорожение просто. То есть вы автоматизировали вот эти процессы? Абсолютно. И чтобы большая эффективность, большее количество пациентов? Конечно. И зачем нам толпиться обмениваться вирусами? Вот зачем? Когда этого не надо делать. И здесь, знаете, я изначально допустил ошибку, которую я считал инновацией. Я думаю, классно, пациент оплачивает консультацию, мы в эту стоимость включаем и первичную консультацию, и повторную консультацию. То есть я сделал некий такой абонемент. Вот ты обратился за консультацией и оплатил её, и оплата заканчивается только тогда, когда тебе поставят диагноз, напишут все рекомендации, и ещё и чат откроют в личном кабинете на сайте, и будешь ты целый месяц ещё с доктором на связи. То есть это всё входило в стоимость. Люди этого не поняли. То есть это была ошибка, которая мы, ну, скажем, где-то месяцев 9 вынашивали эту ошибку. И родили в итоге. Да, вот, но переделали. То есть воспитали правильно. Родили, в общем-то, неправильную идею. Точнее, она бы для меня казалась гениальная, но просто люди её не восприняли. Не-не-не, мы так не хотим. Мы хотим один раз прийти, заплатить. Надо будет второй раз придём, надо будет третий раз придём. Надо будет заплатим дополнительно за открытый чат. Но за всё в сумме мы не готовы абонементскую плату платить. Это вот знаете, как вот в спортзал уже привыкли люди год абонемент покупать. Вот, а раньше же мы тоже в спортзал ходили и одноразово оплачивали каждое посещение. Вот у нас, к сожалению, сейчас медицинский центр и сервис вот на уровне десятилетней давности спортзалов. Каждое посещение оплачиваем. Мы вернулись к этому, ну, классике. Народ понял, его стало больше. Это как бы, ну, говорит о том, что людям нравится вот больше. Вот пока что так. Нет абонементской платы теперь, которая была бы. Я планировал и на полгода, и на год сделать обслуживание пациентов. Но вот не пошло. То есть это как бы, ну, не то чтобы провал. Я думаю, просто мы в будущем это немножко подключим. А сейчас очень даже удобно. У человека есть приложение, он заходит в приложение. Телемедицина, она вот так и называется у нас. Переписываясь с доктором, может оплатить, что хочет, онлайн. То есть очень удобно с доктором по видеосвязи, позвонить или по аудиосвязи. То есть как удобно вообще пациенту. Всегда доктор с ним на связи. Как вы считаете, будут тренды именно в клиентском сервисе в вашей сфере, там, не знаю, на ближайшее десятилетие? Я надеюсь, врачей не будет. Как ни странно прозвучит от доктора, врачей, скорее всего, не будет. Будут алгоритмы, которые могут собирать информацию об огромном количестве научных данных и выдавать ее. То есть будет некое, скорее всего, подобие искусственного интеллекта. Еще за десятилетия искусственного интеллекта, скорее всего, не будет, хоть мы его внедряем. Но алгоритмы будут гораздо эффективнее, чем врачи. Со своими финансовыми интересами, эмоциональными какими-то выгораниями. Один из негативных отзывов, я пришла, доктор, было не очень хорошее настроение, я так и не увидела ее прекрасную улыбку. У нас одна доктора такая улыбка шикарная. И вот, видать, просто какой-то, понимаете, негатив, сразу негативный отзыв. И это правильно, это правильно. Мы же люди и понимаем, что вот что-то случилось, скорее всего, доктор, позвонил кто-то там или сказал, или, ну, всякое, может, настроение нам что угодно испортить. Вот, и поэтому пациент улыбку не увидит. Но у нас русский человек такой, да, он не будет тебе постоянно улыбаться. Он для тебя, когда он прям расположен, тогда будет. А так иногда настроение может быть испорчено. И это перенести на работу. И вот если этого эмоционального фактора не будет у машины, у приложения, то и доктор может быть и не понадобится. Я за профилактическую медицину, абсолютно за профилактическую медицину, никогда уже все пропало, отрезать надо. А вот за профилактику. Лучшее лечение – это профилактика. Это еще наш корифей медицины Пирогов говорил. Поэтому будущее за машинами, за какими-то алгоритмами. И мы такое создаем. То есть, мы уже создали. Он называется профилактикум. Профилактика с умом. Профилактикум. Вот, у нас есть это приложение, оно работает на всех телефонах. Абсолютно безоплатное приложение. Ты просто вводишь свои данные. Оно тебе предлагает, какие можно сдать анализы. Ты потом сам эти анализы вводишь. И тебе даются рекомендации. Говорят, вот здесь есть риск того-то, сего-то. То есть, объяснение по каждому анализу. Это приложение изначально делалось для своих студентов. Ну, и для просто людей, которые могут побаловаться такими. Так, у меня что-то тестостерон вот такой пришел. Ну-ка, я вот внесу в это приложение. Внес, и тебе показывают. О, высокий, низкий или нормальный. И что с этим делать, если он высокий или он низкий? Что с этим делать? То есть, приложение дает рекомендации. Но сейчас мы его обновляем. Мы год его не обновляли, некогда было. Занимались клиникой. Сейчас новыми данными его обновляем, новыми ссылками, новой работой. Ну, и дизайн будет меняться, потому что, ну, у нас дизайн меняется. Очень часто сейчас мы это видим по миру, как мир становится красивее. Часто же пациенты приходят, ну, вот, да, искусственный интеллект, будущее. Им же важно другое. Они же порой приходят просто для того, чтобы поговорить. Абсолютно верно. И поэтому останутся доктора лишь те, которые умеют говорить. Не хвастаться своими заслугами, не выделяться в плане выпендрежничных слов, да, вот, что-то там, чтобы было понятно. А когда он говорит, я за доказательную медицину, я за те стандарты, которые вот нам написало Министерство здравоохранения, зачем тогда я плачу тебе? Ну, если я могу сам посмотреть эти стандарты, если есть приложение по стандартам, я вот вношу свои данные, и мне приложение говорит, вот этот по анализу у тебя нестандартный, делай вот это. Все. Это сделает приложение. Если ты только заточен на стандарты, не шаг влево, шаг вправо, творчество, рисунки, мы своих пациентов заставляем рисовать. А ну-ка нарисуй несуществующее животное. Три дерева или елочку, а вот тебе, Машенька, карандашики. И когда Машенька рисует черных чертей рядом, ну, тут понятно, что здесь что-то нужно делать. Тут не просто елочка с шариками. Вот. И если ты умеешь это делать, если ты психотерапевтичен, если ты способен своему пациенту объяснить что-то внестандартное, дать сверхстандарт, ты, конечно, останешься в рынке. Давайте его так и называть. Медицинский рынок. А если ты только на стандарты заточен, зачем ты тогда нужен? Ну, зачем? Тебя заменит машина, абсолютно безоплатная машинка. Как и всех. Не знаю, дизайнеров, например. Сейчас искусственный телек очень хорошо рисует картины. Художники, фотографы. Мы должны научиться в будущем, и это, кстати, одна из важнейших правил врачей, врачи должны научить своих пациентов учиться-учиться. Меняться. Мир будет очень быстро меняться. Будут всплывать такие вещи, которые наши надпочечники могут просто не выдержать. И поэтому мы просто должны быть готовы к глобальным изменениям. Например, бухгалтер больше будет не нужен. Ну, всё, не нужен бухгалтер. Заменит какой-то, опять же, искусственный телек. Если бухгалтер к этому не готов, он поймает депрессию, хроническую усталость, истощение надпочечников, ну и отнесли. Мне нравится, как вы всё объясняете просто с позиции надпочечников, да, здоровья. Совершенно другой взгляд. Давайте, раз поговорили про стандарты и про творческий подход, стандарты доктора Магери вообще к клиентскому сервису и напутствие предпринимателям, которые хотят действительно заботиться и менять мир. Ну, предприниматель сам должен быть способен позаботиться в первую очередь о себе. А это мы опять уходим в сторону здоровья. Если вот раньше ты мог быть каким-то там в малиновом пиджаке, жирным в бане управлять каким-то бизнесом, потому что ты бабла где-то там срубил или завод отобрал, сейчас так не бывает. Сейчас ты должен быть стройный, подтянутый, у тебя должен быть адекватный гормональный фон. Те же самые надпочечники, которые работают и помогают тебе выжить в изменяющихся условиях. У тебя должна быть в порядке щитовидная железа, потому что это гормон энергичности. Ты же предприниматель не потому, что ты там такой супермолодец, ты взвалил на себя огромную тяжкую ношу ответственности за каждого из твоих сотрудников. Вот у нас там 100 сотрудников, но я-то представляю, что я ответственный не просто за 100 сотрудников, а за 100 семей, потому что от моего настроения зависит 100 семей. Ни много, ни мало, но вот так оно есть. И если я понимаю уровень своей ответственности, я не имею права приходить с плохим настроением, потому что сегодня витамина С я не выпил. Ну, не имею права. Поэтому я всем предпринимателям желаю, для того, чтобы у вас были светлые мозги, идеи, и вы способны были служить людям, а мы занимаемся не тем иным, как служение людям. Это самое лучшее, что может быть у человека, служение людям. Вы просто должны быть здоровы. А здоровье, и я буду желать сейчас тост, поднимем же наши кофе-кружки, чтобы не только предприниматели, но и всех людей, они были здоровы. Но не просто слово здоровье, я его переведу, как нам переводит это слово Всемирная организация здравоохранения, находились в состоянии физического, психического и социального благополучия. То есть, когда три эти вещи физика, психика и социальное благополучие в порядке, человек здоров и способен лицезреть изменения этого прекрасного мира и быть к этому готов. Какой прекрасный тост. Давайте очокнемся нашими кружками кофе. Ура! Илья Магеря сегодня был в нашей студии. Я на самом деле много для себя, да, и смыслов услышала, прям вот это вот отношение к деталям, когда лечат стены. Правда. Я была в вашей клинике, когда заходила, чтобы договариваться на подкаст. Я сегодня с утра отделилась впечатлениями, что вот эта молекула ДНК, эти какие-то цвета, у меня уже... Люстра, да? У меня уже, и мне кажется, я поплыла, я уже забыла, хоть я и не пошла ни по каким-то прямым целям, но всё равно меня это впечатлило, да, как влияет на самом деле вот это вот, правда, отношение к пациенту, служение, когда ты делаешь как для себя. В этом учитывается клиентский сервис, когда каждая деталь тебя радует, когда тебе, правда, как мы сегодня говорили, не только комфортно, приятно, спокойно ты испытываешь приятные эмоции. Нельзя испытывать эмоции. Испытывать от слова «пытка». От слова «пытка». Переживать. Вот чувствовать. Чувствовать, да, приятные ощущения, и уже в этом плане вы уже создаёте комфорт для людей вокруг себя, и меняете мир, и привносите в него что-то хорошее. Я очень благодарю за беседу. Сам из себя, видите, вытянул, оказывается, я предприниматель. Предпринимаю, делаю усилия для того, чтобы и я стал лучше, и моё окружение. Потому что есть такой закон мироздания, всё, что внутри, то и снаружи. Всё, что снаружи, то и внутри. И поэтому демонстрация, какая моя клиника, это демонстрация моего внутреннего мира как руководителя. Друзья, это был подкаст «Вам помочь» и я его ведущая Дарья Новицкая. Оставляйте комментарии, пишите свои модное слово инсайты, ставьте лайки и слушайте нас. До новых встреч. Спасибо. Всем до свидания. Субтитры подогнал «Симон»